Добро пожаловать на канал о криптовалютах Neolife. Всех приветствую! Так, Матей Жак говорит, что финансовая независимость, которой дает биткоин, важнее его цены. Новый генеральный директор компании-поставщика аппаратных криптокошельков Trezor объявил, что биткоин может стягаться с традиционными финансовыми системами, а его цена не так важна, как принято считать. По его мнению, в 2023 году произойдет консолидация криптовалютного рынка, а затем будет бычий тренд, к которому Trezor планирует подготовиться. Как только вы начинаете рассматривать биткоин в более широком контексте, вам станет ясно, что эта технология обеспечит финансовую самостоятельность, и биткоин может легко подтягаться с крупными традиционными финансовыми системами. Нам следует показать потенциальным пользователям простоту использования криптовалюты, и тогда в отрасль придет больше людей и разработчиков. Trezor сообщили, что крах криптовалютной биржи FTX увеличил продажи компаний на 300%, поскольку пользователи потеряли доверие к централизованным криптовалютным платформам. Также еще одна новость. Бывший генеральный директор Tron Джастин Сан говорит, что может потратить 1 миллиард долларов на поддержку проблемной материнской компании Genesis. В прошлом году Genesis приостановила снятие средств клиентами как для своей кредитной службы, так и для партнерской службы Gmini Earn. Сообщается, долг клиентам составляет более 3 миллиардов долларов, и Digital Currency Group – это не первая проблемная компания, которая проявляет интерес к Джастин Сан. Он также пытался купить активы, принадлежащие бирже FTX и Credit Swiss в конце 2022 года. Еще одна новость. Мировые массовые проекты могут привести к восстановлению криптографии. Криптовалюта не вредит малообеспеченным сообществам, а вместо этого предоставляют им новые инструменты с помощью национных моделей управления и токеномики, и для восстановления контроля над исторически репрессивными финансовыми системами. Также еще одна новость. Банк Таиланда будет планировать разрешить первым в стране виртуальным банкам предоставлять услуги в 2025 году. В Таиланд выпустен консультативный документ по системе лицензирования виртуальных банков, и уже заложена основа для лицензирования будущих виртуальных банков. Также еще глава отдела политики компании Ripple Сьюзан Фридман надеется, что в этом году будет введена политика здравого смысла в отношении криптовалюты, несмотря на все политические препятствия. Эдвард Фаррино находит документ, в котором компания Ripple и Центральный банк Уругвая работают вместе с XRP за кулисами и захватывают финансовую систему. Также еще Роберт Киосаки пишет, что биткоин, золото, серебро и нефть растут в цене. Это хорошие новости для тех, кто знает, что инфляция постоянно и теперь системна, но это плохие новости для неосведомленных, бедных и представителей среднего класса. Также еще основатель Digital Джан Финн по насмяк пишет мнение относительно того, есть ли смысл держать криптовалюту Flare и как со временем будет увеличиваться ее стоимость. Так Flare Network это блокчейн, совместимый SWM уровня 1, который был разработан для обеспечения функциональной совместимости и взаимосвязи во всей экосистеме крипто и Web3. И на мой взгляд он пишет, что ценность монеты Flare заключается в революционных, инновационных решениях, которые создает Flare и в том влиянии, которое они окажут на всю отрасль. Flare будет иметь несколько вариантов использования, особенно Slare Cake и системы F-Asset, где потребуется все больше и больше Flare в качестве залога для блокировки. Это означает, что по мере того, как все больше и больше активов подключается к Flare Network, потребуется все больше монет Flare. Также Flare является токеном управления. Поскольку владея Flare, вы владеете частью протокола сети двумя способами. Вы получаете долю вознаграждений, которые сеть дает посредством делегирования и других стимулов. И второе, вы можете голосовать и участвовать в будущем сети. И Flare Network готова изменить криптоиндустрию к лучшему. И возможно, скоро Flare войдет в топ-10 сетей Lare One. И в заключении видео, пользователь Bluetooth Crypto пишет, меня сводит с ума, как много людей так невежественны в том, что происходит в криптопространстве. Люди просто живут своей жизнью, оплачивают свои счета, даже не ставя под сомнение инфляцию и экономический спад, в котором мы находимся. Большинство людей считают, что крипталюта – это мошенничество и не хотят заниматься ее исследованием. Проблема в том, что эти же люди назовут нас счастливчиками, когда крипталюта станет мейнстримом. Просто представьте себе, что вы не знаете ничего о XRP. Спасибо за внимание, я надеюсь вам нравится мое видео. Подписывайтесь на канал, а также на мой телеграм-канал. Оставляйте свои комментарии, ставьте лайки. Кто хочет, может поддержать канал. Всем до новых встреч и пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова